Всем привет! Сегодня мы с вами разберем настольную игру башни. Игра башни приходит вот в такой вот коробочке. Внутри у нас есть вот такая инструкция и вот такие карточки. Карточек тут ровно 100 штук. Давайте я сначала расскажу, как играть в целом, а потом мы разберем какие-то тонкости. В целом в эту игру нужно играть от двух человек. Чтобы начать игру, нужно взять вот эту всю колоду. Вы ее размешиваете. После того, как вы ее размешали, вы выкладываете карточки на стол. Примерно вот таким вот образом. Колода дальше откладывается в сторону. И все игроки, которые принимают участие в этой игре, Дальше смотрят на эти карточки и пытаются собрать такой набор карточек, который бы задавал башню. Если один из игроков находит такой набор, он кричит слово башня, Показывает, какие карточки здесь задают башню, Берет эти карточки, например, башню высотой 3, задают вот эти две карты. Об этом мы поговорим подробнее. Этот участник забирает эти карты себе. И дальше из нашей колоды мы сюда докладываем еще карточек. Это делает именно тот игрок, который в данный момент забрал себе карточки. После этого все игроки продолжают думать. И игра продолжается до тех пор, пока все карточки у нас в колоде не закончатся. То есть пока колода не опустеет, вы можете играть. Или вы можете играть по времени, например, 10 минут или до 10 взяток. То есть пока кто-то 10 башен не соберет, до тех пор вы играете. Теперь перейдем к самому важному. Как же наши карточки задают наши башни? У нас в игре всего предусмотрено 6 типов карточек. И каждая карточка определенного типа задает определенные условия. Вообще, что такое башня? Башня это набор квадратов, заданных определенным образом. Как нам их задавать? Чтобы их задавать, мы берем карточки. И, соответственно, каждая карточка у нас означает какое-то условие. Давайте рассмотрим вот такую карточку. Эта карточка у нас типа 2. На ней изображен большой красный и, соответственно, маленький зеленый квадрат. Все карточки типа 2, они будут вот такого же изображения. Один большой квадрат, над ним другой поменьше. А, соответственно, цвета на них могут быть абсолютно разные. Что означает эта карточка? Эта карточка означает, что красный квадрат стоит ниже зеленого. Почему мы сделали такой вывод? Да потому что красный квадрат больше, чем зеленый. То есть, даже если бы мы смотрели на эту карточку вот так, мы все равно бы понимали, что красный ниже зеленого, потому что красный больше. То есть, когда вы смотрите на карточки, вы должны ориентироваться на этот размер. Кроме того, эта карточка означает, что между красным квадратом в нашей башне и зеленым никаких других квадратов быть не может. То есть, она однозначно задает последовательность красный, зеленый. Дальше. Вот это у нас карточка типа 1. Эта карточка нам говорит, что у нас внизу идет зеленый квадрат, а взаимное расположение желтого и красного, оно неизвестно. То есть, у нас может идти либо зеленый, желтый, красный, либо зеленый, красный, желтый. Вот такое условие задает эта карточка. Карточка типа 3. Она у нас вот такая тут, два одинаковых по размеру квадрата. То есть, эта карточка не задает, кто из квадратов ниже, а кто и выше. Она просто нам говорит, что красный квадрат находится рядом с желтым. А, соответственно, их последовательность никак не задает. Главное, что они рядом. Следующая карточка типа 4. Она у нас выглядит вот так вот. Эта карточка у нас похожа на карточку предыдущего типа 4. Да, с единственным отличием, что здесь у нас она тоже не задает, в каком порядке идут наши синий и желтый квадраты. Она просто нам говорит о том, что синий и желтый квадрат находятся с собой таким образом, что между ними есть еще один квадрат какого-то неизвестного цвета. Вот, соответственно, что значит наша карточка типа 4. Дальше, карточка типа 5. Она у нас выглядит вот таким вот образом и задает следующее правило. Она нам, помимо того, что говорит, что между красным и желтым цветом есть еще один какой-то квадрат, она еще и задает направление этих квадратов. То есть, она говорит нам о том, что желтый ниже какого-то неизвестного цвета, а, соответственно, этот неизвестный цвет ниже красного. То есть, мало того, что между красным и желтым задан порядок, между ними есть еще один квадрат какого-то неизвестного цвета. Ну и переходим дальше к последнему типу. Это тип, шестой тип карточек. Ну и, соответственно, здесь уже условия вам, наверное, понятны. То есть, у нас между зеленым и желтым квадратом в данном случае стоят еще каких-то два квадрата неизвестных цветов. Вот, при этом порядок квадратов эта карточка нам не задает. Далее, с помощью наших карточек мы можем строить башни разной высоты. Мы можем строить башни высоты 3, состоящие из трех квадратов, высоты 4 и высоты 5. Основное правило заключается в том, что количество этажей или уровней башни у нас равно количеству различных цветов на том наборе карточек, которые вы взяли. Ну, давайте посмотрим. Например, возьмем вот эту и вот эту карточку. Эти две карточки у нас будут с вами задавать башню высотой 3. То есть, на нижнем самом уровне у нас будет идти желтый цвет, потом будет идти зеленый цвет, а потом будет идти оранжевый цвет. То есть, вот таким вот образом у нас получилась башня высотой 3. Пусть вас не смущает то, что у нас здесь желтый, здесь желтый. Это абсолютно не важно. У нас один желтый цвет, он может задавать только один этаж. Вот. Теперь давайте среди имеющихся карточек найдем такой набор, который бы задавал башню высотой 4. Для того, чтобы вам было понятней, я все это распишу на листочке. Смотрите. Вот башню высоты 4 будут задавать две карточки. Карточка вот такая вот и такая. Чтобы понять, почему эти карточки задают башню, мы сейчас все подробненько распишем. Для начала считаем количество различных цветов. Раз, два, три, четыре. Четыре различных цвета, значит высота башни 4. Теперь вспоминаем, что означает карточка вот этого типа 2. Это она нам говорит, что у нас зеленый цвет стоит над красным. Вот это первое условие, которое задается. Карточка вот эта вот. Она у нас задает два возможных порядка. Либо у нас идет желтый, красный, потом снизу синий. Либо, соответственно, у нас идет сверху красный, потом желтый, потом синий. Что же это значит? Так как мы взяли эти карточки вместе, у нас условия не должно быть противоречивых. И мы смотрим. Вот если мы возьмем карточку 1, да, и посмотрим вот с этим условием, да, может ли у нас быть так, что над красным квадратом у нас стоит одновременно зеленый и желтый. Нет, такого быть не может. Значит, такой порядок невозможен. У нас остался только вот такой порядок. То есть идет сначала зеленый, потом красный, под ним желтый, под ним синий, да. То есть у нас остался вот такой вот единственный порядок, как могут эти карточки задавать нам башню, да. То есть у нас очевидно вот из этой карточки, да, что синий у нас ниже, чем желтый и красный. А из этой карточки мы знаем, что над красным обязательно у нас стоит зеленый. Значит, желтый у нас уже стоять над красным не может. Значит, обязательно у нас идет сначала синий, потом желтый, потом красный и над ними всеми зеленый. Вот таким вот образом эти две карточки задают башню высотой 4. Теперь давайте попробуем построить башню высоты, соответственно, 5. Для этого, значит, нам нужно взять такие карточки, чтобы на них, как минимум, было 5 различных цветов. Давайте я воспользуюсь уже теми же карточками, которые мы разбирали для простоты. И к ним еще добавим вот эту карточку под номером 93. Да, смотрите, что мы с вами уже разобрали. Мы разобрали, что карточки 43 и 15 задают нам последовательность, что снизу у нас стоит синий квадрат, потом над ним идет желтый, над ним потом идет красный и сверху стоит зеленый квадрат. И мы к этому добавили еще карточку 93, которая что нам говорит? Что между желтым и оранжевым у нас стоит еще один какой-то цвет. Смотрите, может ли быть так, что, добавив эту карточку к этому набору, может ли быть так, что у нас оранжевый стоит над желтым? Нет, не может. Почему? Потому что у нас между желтым, над желтым точнее, стоит красный и зеленый. То есть, по идее, вот сюда должен был бы стать оранжевый, но тут он уже занят зеленым цветом, да, поэтому оранжевого здесь не может быть. Поэтому у оранжевого есть единственное место, где он может быть, он может встать под синим. И поэтому вот данный набор карточек задает единственную последовательность квадратов, где у нас снизу стоит оранжевый, потом идет синий, потом идет желтый, красный, зеленый. Вот таким вот образом и нужно собирать башни. Конечно же, в начале вам может показаться, что это все здесь очень сложно, очень непонятно, непонятно, как эти карточки перебирать и строить. На самом деле, все не так уж и сложно, это как бы дело все практики. Если вы для начала потренируетесь искать башни высотой 3, что уже не так сложно, потом вы поймете, как вообще у нас устроена игра, какие карточки что обозначают, и будете уже достаточно быстро в голове собирать эти условия и строить башни. Ну и теперь давайте посмотрим какой-нибудь набор карточек, которые у нас башню не сдает, да, но кажется, что тут все хорошо. Например, возьмем вот эти две карточки и на них давайте внимательно посмотрим, да. Во-первых, что с этими карточками? Здесь первая карточка у нас говорит, что у нас зеленый ниже красного, а вот эта говорит, что зеленый выше красного, да. Как минимум поэтому эти карточки не могут сдавать башню, потому что они сразу у нас есть противоречия. Поэтому такая комбинация башню не задает. Ну и сейчас я еще расскажу про то, что же такое лишние карточки и вообще как с ними работать, как с ними играть и вообще почему они лишние. Смотрите, для начала заметим, что вот эта и эта карточка у нас с вами задают башню, да. Сейчас мы это подробно распишем, почему они задают башню, вот, и посмотрим. Смотрите, вот эта карточка, да, что она нам говорит? Она нам говорит, что у нас либо идет сверху желтый, потом какой-то непонятный цвет, потом еще какой-то непонятный цвет, а снизу стоит зеленый. Либо так как тут размер карточек не задан, и поэтому непонятно какой квадрат ниже, а какой выше. Поэтому может быть другая последовательность, сверху стоит зеленый, потом какой-то цвет, потом какой-то цвет, и потом идет желтый, да. Вот, но у нас есть карточка номер 5, которая нам говорит, что у нас, возможно, внизу обязательно стоит красный, потом идет синий, потом зеленый. Либо другой вариант, сверху синий, потом зеленый, потом красный. Смотрим, могут ли эти карточки как-то скомбинироваться, да. Например, если мы возьмем, скажем, вот такую, такое предположение и такое, может ли оно здесь существовать? Нет, не может, да, потому что у нас получается, что вот зеленый самый низкий, над зеленым получается еще три цвета, а под зеленым еще два цвета, да. У нас максимум высота карточек, по-моему, пять, вот, поэтому такое быть не может. Может ли у нас такая комбинация реализоваться? Нет, не может, почему? Да потому что здесь у нас над зеленым один цвет и под зеленым один цвет, а вот здесь вот у нас как пропуск был, так и остается. Значит, такой вариант тоже невозможен. Может ли у нас состояться вот такой вариант? То есть сверху зеленый, под ним синий, красный. Да, такой вариант состояться может, да, потому что здесь у нас как раз был зеленый, под ним синий, красный и под ним желтый. Вот, может ли состояться вот такой вариант? Нет, не может, да, потому что у нас получается, что под зеленым у нас встанет один красный, над зеленым встанет синий, а вот этот вот пустой квадрат, он таким и останется, да, то есть у нас из вот этих четырех возможных комбинаций реализовалась только одна, то есть у нас эти два набора карточек таким образом и задают нашу башню, да, однозначным образом, то есть сначала у нас пойдет желтый, потом пойдет красный, потом пойдет синий, потом пойдет зеленый. Теперь про то, что же такое лишние карточки, смотрите, если мы сейчас возьмем и к этому нашему набору из трех карточек, добавим еще вот такую карточку, что нам эта карточка говорит? Она нам говорит, что у нас красный квадрат стоит непосредственно над желтым, вот, портит ли эта карточка что-либо в наших условиях, которые мы с вами задали с помощью тех двух карточек? Нет, она ничего не портит, да, она только подтверждает то, что у нас уже есть, то есть вот именно такая карточка и будет являться лишней в этом наборе. Почему она лишняя? Да потому что она, с одной стороны, не вносит никаких новых условий, да, то есть если мы эту карточку уберем, у нас как задавалась башня высотой 4 и, соответственно, с определенным порядком, так эта башня и будет сдаваться что с этой карточки, что без нее, да, но с одной стороны у нас либо три карточки, либо две карточки. Вот, соответственно, по рекомендациям разработчиков игры мы рекомендуем вначале, пока вы вообще не особо понимаете, что как работает, пока там ищите карточки уровня 3-4, на такие лишние карточки внимания не обращать, их не убирать и, соответственно, просто играть, да, если вы случайно нашли такую в наборе, ничего страшного, пусть там тот, кто играет, ее забирает себе и вы продолжаете играть. Если вы уже хорошо разобрались в игре, то мы вам рекомендуем не считать наборы с такими лишними карточками, да, то есть вы можете, соответственно, брать набор, но лишнюю карточку убирать, да, то есть можно даже считать это за ошибку, если вы взяли одну лишнюю карточку. Надеюсь, почему она лишняя, вам понятно. Кроме того, если у вас остались какие-то вопросы, даже после нашего разбора, в конце методички есть специальные ссылки, в которых есть сайт, который вам до конца поможет разобраться. И в случае, если чего-то вы не знаете, ответить на вопрос, да, то есть вот здесь вот конкретно есть два QR-кода. Первый QR-код проверяет, существует ли башня в данном наборе карт, вот, и, соответственно, другой QR-код проверяет, является ли данный набор картой. Ну, давайте я это сейчас отсканирую дело и, соответственно, вам покажу, как это работает. Для этого вы берете ваш телефон, включаете камеру, вот, наводите на тот QR-код, который вам нужен, и у вас предлагается открыться сайт. Вот, таким образом, вот здесь у нас написано, проверить, является ли набор башни, да, здесь написано, введите номера карточек через пробел, пример 3, 12, 10, да. Ну, давайте введем какие-нибудь карточки, например, карточка 45 и 62, и посмотрим, задают ли эти карточки набор. Пишем 45 через пробел 62, жмем проверить. Вот, и, соответственно, у нас выходит ответ. Тут пишется, высота башни 3, первый уровень желтый, потом зеленый, потом красный. И еще ниже есть фотография, изображение тех карточек, которые вы сюда ввели, чтобы вам было наглядно проверить, да. То есть, еще раз, зачем конкретно эта ссылка нужна? Это для того, чтобы вы взяли какой-то набор карточек. И, соответственно, вам на данный момент непонятно, и вы хотите убедиться, является ли этот набор карточек корректным, да, задает он башню или нет. Вы, у вас все карточки подписаны, да, у каждой карточки есть свой номер. Вы, соответственно, номера этих карточек вводите вот в это поле для сайта, в это поле сайта, через пробел, никакие запятые ставить не надо, просто через пробел. Нажимаете проверить, и, соответственно, вам выдается ответ, да. Высота башни 3, ваш набор карт такой-то. Давайте для случайности впишем еще сюда карточку 1 и посмотрим, что будет, если мы ввели какой-то случайный набор карт, да. Пишется, данный набор карт не задает башню. То есть, в данном случае мы как бы ошиблись. Вот, и ваш набор карт не задает башню. Кроме того, есть другая ссылочка. Вот, также не обязательно переходить. Тут прямо есть в меню сайта отдельное, есть ли среди карт башни, да, можно так перейти, можно через QR-код. Ну, давайте мы сделаем через QR-код. Да, это вот первый QR-код. Наводим на него камеру. И, соответственно, переходим сюда. Вот, после того, как перешли, то есть, зачем нужна нам эта ссылка? Эта ссылка нам нужна в следующих случаях. Вот мы разложили с вами карточки и все никак не можем найти башню. И нам стало интересно, есть ли же все-таки среди этих карточек башня. Вот, чтобы ответить на этот вопрос, вы берете и вводите в это поле все номера карточек. То есть, сейчас вот у нас первая карточка номер 18, потом пробел, номер 43, потом пробел, потом 93, пробел, 45, пробел, номер 15, пробел, номер 96, не забываем пробел, 62, номер 5 и 85. Вот, и дальше нажимаете кнопочку проверить. Дальше этот сайт у вас будет некоторое время работать. Проверка выполняется 100%. И вот вам выдалось ответ, да? Он пишет башни высоты 5, они, например, башни высоты 5, это из карточек 93, 45, 15 или 43, 93, 15. Башни высоты 3 у нас тут получается есть 5 штук, башни высоты 4, 4 штуки. И вот написано, соответственно, из каких карточек эти башни издаются. Если вы хотите подробнее про что-то посмотреть, вы можете прямо вот на эту ссылку кликнуть, 45, 15. Вы переходите на предыдущую страницу и здесь как бы задан именно вот этот набор карточек. И рассказано, каким образом именно эти наши уровни в башнях по цветам расположены. Вот так вот работает этот сайт. Я вам рекомендую пользоваться этим сайтом только в крайних случаях, да? Не говорить про существование такого сайта детям, потому что они могут злоупотреблять. Но для начала, в тот момент, когда вы именно учитесь или вы хотите что-то проверить, какую-то вашу гипотезу, но что-то сомневаетесь. А вот этот сайт очень удобный, потому что он вам однозначно... Вы вводите номера карточек, он вам однозначно говорит, есть здесь башня или нет, является ли этот набор карточек башней или нет. На этом видео обзор правил игры башни закончен, я с вами прощаюсь. А если у вас остались еще какие-либо вопросы, вы можете связаться с нами, контакты будут в описании к этому видео.